Что покупаю в октябре? Привет, меня зовут Павел Абастов, я продолжаю каждый месяц инвестировать и делить своими сделками. Сегодня покажу, какие акции, облигации и не только я добавил в свой портфель в октябре 2024 года. То есть будет список из моих покупок. И да-да, с видео я чутка опоздал, так как свободного времени у меня практически нет, потому что все занимает работа, хобби, семья и так далее. Поэтому очень надеюсь, что таких простоев больше не будет, но лучше поздно, чем никогда, верно? Ладно, все, не будем тянуть. В любом случае, прямо сейчас можешь поставить свой царский кредский лайк, чтобы поддержать меня. Но я начинаю с традиционного небольшого дисклеймера, то, что все это видео не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Лишь озвучиваю список из своих приобретений, то есть показываю, куда конкретно я инвестировал, почему, зачем. И все в этом духе, я лишь делюсь своим опытом, никого ни к чему не призываю. Все, с этим разобрались и теперь давай посмотрим на статистику моего инвестиционного портфеля. А статистика обширная, потому что я инвестирую с начала 2020 года и мой портфель растет в среднем на 18,5% в год. То есть последние 5 лет мой портфель показывает ежегодную такую динамику. То есть если все года сложить, то здесь в общем среднее арифметическое все дела, ты человек умный, знаешь как все это считается. И вот, если брать период с 2020 по 2024 года, то у меня следующие цифры прибыли по годам. То есть в 2020 году 21,5, в 2021 21, в 2022 0,62, в 2023 27% прибыли. И в 2024 пока что прибыль у меня отображается как 2,63%. Ну и на картиночке сейчас ты видишь более актуальные цифры на момент монтажа этого видео. И нужно понимать то, что год еще не завершен, так что подводить итоги рано. Как только этот год завершится, я тебе покажу свои итоги инвестиций за этот год и за все предыдущие года по секторам, по классам. В общем я запишу несколько видео с подробной аналитикой по своему портфелю и по своим активам. В общем жди такое видео в конце этого года, либо в начале следующего, я обязательно его опубликую. Но вернемся к прибыли. Да, она растет, все супер, но это не главное, потому что меня больше радует то, как растет не прибыль, а как растет мой пассивный доход. А он растет в среднем в 2,25 раза уже пятый год. То есть каждый год мой пассивный доход увеличивается в 2-2,5 раза каждый год на протяжении последних 5 лет. И это меня не может не радовать, потому что это супер крутой результат. Это еще раз доказывает то, что моя стратегия рабочая и я все делаю правильно. Кстати, про мою инновационную стратегию все просят, типа Паша, покажи, покажи. Я ее ни от кого не скрываю. Внизу в описании под этим видео я оставляю ссылочку на мой публичный портфель. Переходи и ознакомлюсь. Там 2 публичных портфеля. Первый портфель с фондовым рынком, там чисто активы, которые можно купить на фондовом рынке, то есть мои активы. И есть еще второй портфель, основной портфель так называемый. Там все мои активы, то есть акции, облигации, недвижимость, золото, серебро, скины в КС-2, лего и прочее. Короче, там куча разных активов, в которые я инвестирую. В общем, внизу в описании под этим видео оставляю 2 ссылочки. Если интересно, переходи, смотри, ознакомлюсь и вообще смотри, в каких пропорциях, в каких долях куплены тельные активы у меня в портфеле. Ну а теперь я тебе покажу, в какие акции я конкретно инвестировал в октябре 2024 года. И начну я, пожалуй, со счета ИИС. Там я докупал очень много акций, согласно своей стратегии. Сейчас ты на экране видишь скриншотики всех моих покупок, то есть все цифры открыты. Я ничего ни от кого не скрываю. Кстати, ты также можешь перейти в мой профиль Пульс Аккаунта. Пульс это социальная сеть для инвесторов в Т-инвестициях. В общем, если интересно, вот так вот выглядит мой профиль Пульс Аккаунт. Если интересно, подписывайся и следи за моими сделками. Ну и также вот еще скриншотики с другими сделками на моем счете ИИС в октябре. То есть я покупал чисто акции, согласно своей стратегии. И еще у меня остался буквально один месяц, то есть в ноябре. И лимит в 400 тысяч на пополнение счета ИИС будет заполнен. Что меня не может не радовать. И, кстати, в следующем видео по Инвершоу, которое выйдет в ноябре, я тебе также покажу оставшиеся покупки на моем счете ИИС и покажу весь свой портфель. То есть я тебе покажу все свои активы на счете ИИС, что там куплено, в каких пропорциях. В общем, ты все увидишь в следующем видео по Инвершоу. Так что если ты до сих пор не подписан, либо не подписан, обязательно сделай это прямо сейчас. Ну и также ты можешь меня смотреть и на Ютюбе, и на Рутюбе, и на Дзене, и на других площадках. В том же Телеграме я пишу свои посты. Достаточно часто, регулярно, там нет никакой рекламы. Так что тоже можешь подписаться, чтобы быть в курсе всех событий и новостей, которые я публикую. Ладно, ИИС и мы разобрались. Теперь посмотрим на мои покупки на брокерском счете. На брокерском счете я купил совсем немножечко акций. Это первое, мать и дитя. Это один из лидеров российского рынка частых медицинских услуг. Взял чуть-чуть на пробу, то есть совсем чуть-чуть. Чисто на пробу, так сказать. Буквально пару штучек. Ну и второе приобретение на брокерском счете. Это новая акция на Мосбирже. Это Аренадата. Это ведущий российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных. Я работаю в ИТ-сфере и вижу, как сейчас у нас в России все развивается. Такого давно не было. Из-за ухода западных компаний наши отечественные получают нефиговый простор и начинают зарабатывать. То есть раньше наши российские компании буквально из всего пирога выхватывали маленький кусочек. Сейчас вся тарелка пуста. Весь пирог. Наши все компании российские очень много зарабатывают и съедают весь пирог целиком. Потому что есть потребность в качественном российском ПО и конкуренции практически нет. Так что сектор ИТ в России будет развиваться и стремительно. Именно поэтому я добавляю эти акции тоже в свой портфель. Раньше у меня их не было. Это новая покупка у меня в портфеле. Я их еще дальше буду постепенно докупать. Потому что актив в принципе хороший. Ну что ж, с акциями мы разобрались. Теперь я тебе покажу свои инвестиции в облигации в октябре 2024 года. Их я буду покупать только на брокерский счет. Ну и первое приобретение это вот такая вот облигация GTLK. Так, тикер, название я не буду читать, потому что внизу в описании под этим видео я добавлю тайм-коды с названиями, стикерами. В общем, если какой-то из активов тебя заинтересует, то переходи в описание под этим видео, по тайм-кодам сможешь найти тот или иной актив. А я не буду читать эти заумные буквы, цифры, слова, я язык сломаю, если все это буду произносить. В общем, облигация GTLK, тикер, название в описании. Итак, тут доходность погашения 25 с лишним процентов годовых, дата погашения 6 апреля 1932 года, но нужно помнить то, что возможно будет оферта, она будет 17 апреля 1926 года, возможно. Ну и ближайший купон по этой облигации 13 января 1925 года, как раз после нового года. Следующее приобретение это облигация федерального займа с постоянным купоном 26225. Тут доходность погашения более 19% годовых, а дата погашения 10 мая 1934 года, то есть это облигация десятилетка, долгосрочная достаточно. Тут ближайший купон будет 19 ноября 1924 года, ну и в принципе вот такая покупка. Ну и последнее завершающее приобретение в мой облигационный портфель на противном счете, это облигация ОФЗ, то есть облигация федерального займа 26241. Тут доходность погашения 18,5% годовых, а дата погашения 17 ноября 1932 года. Ну и ближайший купон будет 26 ноября 1924 года. Все супер с покупками на фондовом рынке мы разобрались, теперь тебе покажу еще немножечко своих приобретений, видео буду завершать. Потому что октябрь все-таки был не самым насыщенным месяцем на покупки в этом году у меня, потому что сейчас есть и другие инструменты, которые дают в принципе неплохую доходность, которыми я тоже пользуюсь. Это вклады, депозиты и все с этим связано, сейчас очень хорошая процентная ставка. Ну ладно, хватит болтовни. Следующее, это инвестиции в Лего в октябре 1924 года. На самом деле у меня покупок было очень много, артикулы прямо сейчас ты видишь на экране, вот картиночка. И кстати, да, вот не знаю, вот многие спрашивают, типа покажи, как это все это выглядит. Вот типа вот, да, вот, короче, вот например наборчик, вот запечатанный такой наборчик. И еще их надо правильно уметь хранить и так далее. В общем, это целое искусство. Вот, например, вот тоже наборчик, не знаю, нормально видно, не видно, короче, вот такой вот наборчик тоже, такой вот наборчик. На самом деле покупок реально было очень много, вот я тебе не знаю, все я тебе их не покажу, потому что их куча-куча, огромное количество, гора просто наборов. И да, некоторые наборы я брал не в единственном экземпляре, типа вот, например, вот, блин, как же показать тебе. Короче, вот, вот такие вот наборы в несколько экземпляров я их покупал. Короче, у меня очень большие суммы вложения именно в Лего, потому что это тоже приносит неплохой такой прирост в плане инвестиций, вложений, потому что их всегда можно перепродать дороже, если правильно этим заниматься. То есть, да, этим я занимаюсь уже очень-очень много лет, еще задолго до инвестиций в фондовый рынок я занимался инвестициями в Лего. Так что в этом я очень хорошо разбираюсь и, в принципе, чуточку делюсь малюсенькой долей опыта своего вот таких вот видео. Если говорить про вот такие вот наборы, именно городские, вот типа Лего Сити, они прирастают не так много. И тут часто акцент именно идет на коробке, то есть, чем коробка новее, чем она целее, соответственно, это прибавляет дополнительную прирост к стоимости самого набора. Но если говорить про другие серии, типа вот, например, Лего Индиана Джонс, Лего Звездные Войны и прочее, они на самом деле часто и стоят дороже, и, соответственно, их дороже можно продать, потому что со временем они тоже растут значительно, потому что все это эксклюзивные лицензионные серии, в плане вот этого вот мира юрского периода, и вот все с этим связаны. Именно я говорю про предыдущие наборы, не про текущие, которые сейчас продаются, типа на рынке, а про предыдущие года, там, 14-й год, 16-й, 15-й, вот эти вот все дальние года, вот те наборы выросли значительно, и там показывает динамика просто рост на 1000%, ну и это неудивительно, прошло все-таки 10 лет, так что наборы тоже за это время очень сильно подорожали. Но если говорить про сумму вложений, то в этом месте я вложил порядка, наверное, 70 тысяч рублей в конструктор Лего, а если говорить про целый год, то это, я думаю, не более 300 тысяч, ну где-то, может, 240-260, возможно. Могу ошибаться, честно, у меня все цифры записаны в отдельном сервисе, точную цифру я тебе сейчас, конечно, не назову, потому что это все надо смотреть, изучать, у меня пока нет на это времени, в общем, я купил, записал и все, через определенное время я посчитаю все, посмотрю прибыль и так далее, потому что Лего все-таки у меня на долгосрок лежит, не то, что, типа, через год продать, а через 3 года, через 5 лет посмотреть, дало это какой-то прирост, либо нет, и я могу еще подождать, например, еще 5 лет, и через 10 лет вернуться к своим инвестициям и опять-таки их продать, как это было ранее. Да, как-то в одном из видео я уже тебе показывал, как я зарабатывал на инвестициях в Лего, то есть я их искал на Авито, покупал в хорошем качестве, восстанавливал, там, мыл, так далее, хорошо упаковывал и перепродавал в десятки раз дороже, да, этим тоже можно заниматься, это как бизнес у меня раньше был, но сейчас это чисто как инвестиции, то есть купил, держишь, забыл и когда-нибудь продашь с большой-большой наценкой. И да, нужно еще понимать в инвестициях в Лего, это то, по какой цене ты покупаешь и в каком качестве, то есть самое важное, это цена, по которой ты купил набор, потому что ты можешь купить набор 3 раза дороже, он даже может через десятки лет не вырасти до той цены, по которой ты ее покупал, Так что сейчас надо очень внимательно смотреть на цену. Но это больше обращение к тем людям, которым это интересно. Но если таких людей будет меньше, так что я больше просто заработаю. Потому что конкуренции меньше, значит, ну я больше зарабатываю. Это все логично. Так что, наверное, в следующих видео я особо не буду делиться своими инвестициями. То есть, как все это работает. Но и само собой в комментариях под этим видео тоже можешь задавать свои вопросы. Я постараюсь на них ответить. Ладно, ну а мы возвращаемся дальше к следующим моим инвестициям. Так, с Лего мы разобрались, с фондовым рынком разобрались. Теперь осталось самое последнее. Это инвестиции в скины CS2 в октябре. Я покупал, на самом деле, не так много скинов. Но всегда я тоже инвестирую. Потому что эти скины дают очень хороший прирост стоимости. Первое приобретение это Glock 18 латунь в качестве фэн. То есть, фактореню прямо с завода. И PNC тут 951. Этот скин мне обошелся в 6290 рублей. Кстати, очень выгодная цена. Сейчас скин торгуется порядка 7-8 тысяч уже. То есть, он хорошо вырос. Так как я его купил именно на спаде, когда вышел пропуск в этой игре. И все сливали свои скины за очень-очень дешево. Этим тоже надо пользоваться пару раз в год. И на всяких распродажах это случается. Так что, этим тоже надо пользоваться. В общем, это отличный золотой редкий скин. Вот так вот он выглядит. Смотри, какая красота, какая прелесть. В общем, красивый скин. Самое главное, это коллекционный экземпляр. И их в мире не так много. Ну, а мы идем дальше. Следующее приобретение это классический нож. Городская маскировка. В качестве послеполевых испытаний. В PNC тут 906. Я его купил за 12193 рубля. Было, на самом деле, непросто найти нож именно с таким флоутом. Чтобы на светун был ярким. Ярким, а в тени практически черным. Вот видишь, я про полоску лезвлю. То есть, смотри, как она прикольно выглядит, переливается. В общем, нож реально крутой. Сочетается с перчатками. Которые, кстати, тоже есть у меня в коррекции. И да, тут еще такая важная маленькая ремарочка, либо замечание. Смотри, я инвестирую в скины CS2. Я с ними еще играю в игру. То есть, я просто играю, провожу свое время хорошо. И потом, если что, всегда смогу эти скины продать с большой прибылью. Потому что я выбираю хорошие активы, которые растут. Ну и, соответственно, пока я их не продал, я их использую. То есть, играю с ними и провожу время в удовольствие. Так что, это тоже и инвестиция, и одновременно плюс в мое времяпровождение в игре. В общем, очень крутая инвестиция тоже. Ну и следующее завершающее приобретение в игре CS2. Это я купил 5 пропусков. Кстати, их я уже почти закрыл. Но на эти звезды, которые я получу с пропуска, я тоже уже покупаю нужные предметы. Которые тоже в будущем, через пару лет дадут значительный прирост. А тут еще надо правильно их выбирать. Потому что ты можешь все звезды вложить в какой-нибудь там вот это вот тот же самый дигл. И он тебе просто обнулит весь баланс. Но либо можно выбрать что-то еще, что даст тебе значительный прирост стоимости через там 1-2 года. Я не буду тебе говорить во что. Но в общем, подумай, подумай, что может быть редкого. И что меньше всего люди открывают. Так что все, кто в теме, в теме. Не буду больше ничего объяснять. В общем, я купил 5 пропусков. Они мне обошлись в 6950 рублей. То есть, каждый пропуск 1390 умножить на 5. Вот и получается 6950 рублей. И да, сейчас пропуски стоят дороже. Так что с этим мне тоже немножко повезло. Так что вообще везет тому, кто везет и так далее. В общем, как-то так все и работает. В общем, я тебе показал все свои инвестиции в октябре. Я тебе показал, куда я инвестирую. Рассказал, в принципе, почему. Привел какие-то доводы. Рассказал примеры. Показал тебе примеры в плане наборов тех же лего. Вот так вот они выглядят. Вот да, вот такая вот коробка. Так она выглядит и так далее. Вот. В общем, вот такое получилось видео. Лайки, комментарии. Ты человек умный, разберешься. Подписывайся на канал. Я напоминаю, что с тобой был я, Павел Лобастов. Увидимся в следующем видео, в котором я тебе покажу свою дивиденную зарплату в ноябре. Ну а на этом все. Еще увидимся и пока-пока.